Молодежный тренд на этих выборах, огромное число постов и фотографий в социальных сетях за интернетом. Сегодня по традиции у нас на главном эфире следит обозреватель Евгений Перлин. Женя, я разное видел, да, но судя по фейсбуку, на наши выборы явились космические силы. Да, сразу два героя саги о звездных войнах появились сегодня на участках. Можете посмотреть, мужчина в костюме штурмовика межгалактических войск пришел на Чкаловский избирательный округ в Минске. К слову, костюм похож на тот, в котором бежал один из участников полумарафона. Ну вот, ладно, вот на 634 участок Калиновского избирательного округа пришел голосовать Дарт Вейдер. И на выборах в Беларуси все настолько серьезно, что даже лорда тьмы заставили пройти идентификацию. Киногерои попросили показать лицо участковой комиссии, предъявить документы, после чего он смог проголосовать. Ну и, конечно, без селфи с Дартом Вейдером тоже не обошлось. Идем дальше по соцсетям. Активнее всего сегодня были Инстаграм и Твиттер. Фото с бюллетенем – это, безусловно, тренд дня. Обратите внимание, фотографируют пока еще не заполненные бюллетени, а на заднем плане можем наблюдать биографии и программы кандидатов. Это вот утреннее фото. Девушка по имени Ольга призывала всех на выборы еще в 9 часов. Это все по хэштегу «Выборы 2016» и «Выборы в Беларуси». Свои фото публиковали в интернете и наблюдатели. Константин в комментарии написал, что хоть и некоторые СМИ сообщили ложную информацию о вбросе, на участках все спокойно. Несмотря на это, он все контролирует. Много фотографий с детьми. Выборы мероприятий семейные. Молодых белорусов уже с детства приучают не забывать о гражданском долге. А в комментариях к этому снимку – молодцы, красавчики. Мы с коллегами сегодня удивились, увидев вот эту публикацию. Но аккаунт ведет не сама бабушка, а ее внучка. С гордостью написала, что в свои 87 у Екатерины Ивановны самая активная жизненная позиция в Борисове. Голосовала она на дому. Анатолия Ермоленко и Олесю словили для селфи на избирательном участке в Москве в посольстве Беларуси. Еще одна мотивация прийти на голосование – это возможность увидеть знаменитостей совсем рядом. На форумах акцент на дискуссии. Пользователи активно обсуждают жалобы скептиков. Вот ЛИС-333 пишет. Люди потом говорят, что выборы ничего, мол, не решают. Конечно, если на них не ходить, то чего можно ждать? Василий Петров на одном из интернет-форумов начал обсуждение на тему стабильности. По его словам, она сейчас на вес золота. Да и золота не надо, когда война и бардак, как у соседей. Надо ценить то, что есть. Следующий пользователь пишет, что половина его знакомых уже сходили на участки для голосования. Это информация на 2 часа дня. Цитата. Вот отсюда и процент. Есть выборы в планах у людей на выходные. А вот Алиса прокомментировала высказывания некоторых наблюдателей насчет хода избирательного процесса. Тоже процитирую. Наблюдатели говорят, что кампания проходит незаметно для белорусов. Но несколько миллионов белорусов с вами категорически не согласятся. Вот, кстати, ОБСЕ не только пристально наблюдало за голосованием. Официальный твиттер-аккаунт организации практически каждые полчаса публиковал фото с участка в Беларуси и небольшие комментарии. Это отличный международный пиар для нашей страны. Одно из первых мировых изданий о выборах в Беларуси сегодня сообщила редакция немецкой Deutsche Welle. В статье подробная информация о кампании, формате голосования и предварительные данные о явке. Информационное агентство Reuters начало освещение нашей парламентской кампании. Заголовка. С прицелом на запад Беларусь голосует в свободных выборах. В статье журналисты отмечают, что это голосование поможет Минску улучшить отношения с Европой. Также здесь подробное описание меню в буфетах на участках. Ну, каждому свое. И завершить интернет-обзор хотелось бы одним из самых внимательных зарубежных онлайн-изданий. Реан Новости буквально минуту в минуту публикует информацию с оперативных пресс-конференций. Пока рекорд по просмотрам у статьи о том, что выборы состоялись в Беларуси к середине дня голосования.